МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все свои возможности для привлечения туристов. Было отмечено, что Узбекистану важно работать в условиях жесткой конкуренции. Сделано уже немало. За последние 8 месяцев в нашу республику приехало 4 миллиона 300 тысяч иностранных туристов. От них получено 1 миллиард 400 миллионов долларов. Открыто 15 тысяч новых гостевых мест. Их количество достигло 137 тысяч. Построено 540 объектов отдыха и развлечений. Открыто 70 туристических маршрутов. Также начали работу 6 частных авиакомпаний. Приобретено 23 новых самолета. Запущено 20 международных и 6 внутренних рейсов. Количество еженедельных международных рейсов в Самаркандском аэропорту увеличилось с 46 до 85. Приобретено 1300 современных автобусов и открыто 38 маршрутов. Число внутренних туристов достигло 15 миллионов, что вдвое больше, чем в прошлом году, благодаря дополнительным выходным дням и скидкам. Президент на видеоселекторе детально остановился на новых возможностях по привлечению туристов. Прежде всего было отмечено, что существует большой потенциал для привлечения туристов из России и Китая. Была подчеркнута важность посещения всех провинций Китая и широкой пропаганды, туристического потенциала наших регионов, открытие рейсов из Китая в Самарканд, Бухару, Хорезм, Сурхандаринскую область и Ферганскую долину. Как свидетельствует статистика, поток туристов, приезжающих в нашу страну из дальнего зарубежья, увеличился в 3-4 раза. Например, в этом году возросло количество туристов из Индии, Японии, США и Италии. Однако было отмечено, что привлечение туристов из Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Катара и Европы идет медленно. Послам этих стран и заместителям Хакимов, курирующим вопросы туризма, поручено усилить работу в данном направлении. На следующей неделе город Самарканд прозвучало впервые и примет Генеральную Ассамблею Всемирной Туристской Организации. В настоящее время зарегистрировались более тысячи участников из 128 стран, в том числе 79 министров туризма и 24 заместителя министра. Президент подчеркнул, что данное мероприятие – прекрасная возможность для Хакимов регионов продемонстрировать туристический потенциал нашей страны. Отмечено, что каждый Хаким области совместно со своей делегацией должен широко представить гостям природу, историю, культуру, кухню, святыни, туристические объекты и маршруты своего региона, а также достичь соглашений по туристическим проектам. На видеоселекторе прозвучало и то, что увеличение культурных мероприятий – прекрасная возможность привлечь туристов. Подобные часто проводятся в Бухарской, Новоийской, Наманганской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях. Однако в Сырдаринской, Джизакской и Сурхандаринской областях работа в этом плане организована неудовлетворительно. Было отмечено, что Хакимам регионов следует ежемесячно совместно с Министерством культуры проводить большие культурные мероприятия. Подчеркнуто, что многие скверы, парки культуры и отдыха, театры и дома культуры в районах и городах пустуют и не могут привлечь ни туристов, ни населения. Руководителям регионов поручено регулярно организовывать в этих местах музыкальные, развлекательные и духовно-просветительские мероприятия. Для продвижения потенциала туризма мировой практики широко используются фильмы, сериалы и документальные ленты. Поэтому агентству кинематографии было поручено разработать программу создания не менее 50 художественных, документальных и музыкальных произведений по нашей отечественной истории. Президент отметил необходимость уделять больше внимания вопросам санитарии и чистоты на туристических объектах и дал соответствующие поручения ответственным лицам. Еще одним важным вопросом является повышение потенциала кадров отрасли. Комитету по туризму поручено совместно с Международным университетом туризма «Шелковый путь» создать систему обучения для повышения качества обслуживания навыков и культуры работников отрасли. Для этого в каждый регион будут приглашены иностранные специалисты гостиничного и ресторанного дела и организованные учебные курсы. Также была подчеркнута важность подготовки коротких социальных видеороликов о вежливости, аккуратности и регулярного их показа на всех телеканалах, социальных сетях и на экранах. Вторым вопросом повестки дня видеоселектора стало рассмотрение реализации общенационального проекта «Яшелмакон». За два года с начала осуществления данного проекта в жилых массивах создано более 1200 гектаров зеленых садов и общественных парков, более 1 миллиона гектаров зеленых насаждений. В этом году с 25 октября по 1 декабря будет объявлен сезон осенней посадки деревьев, в ходе которого будет высажено 85 миллионов саженцев. Подчеркивалось, что пример должны подавать сами руководители всех уровней – министры, хакимы, активисты, махалей, общественные деятели, ветераны, деятели искусственные спортсмены, известные блогеры. Для этой цели будет создан республиканский штаб. В его состав также войдут руководители Академии наук, институтов почвоведения, лесного хозяйства. Штаб, исходя из анализа почв и климатических условий, будет определять, где, когда и сколько сажать, какие виды саженцев. Ответственным лицам поручено в течение месяца организовать ярмарки саженцев во всех районах и махалях. И за осенний сезон доставить 30 миллионов саженцев. Отмечалась важность по районному освещению, подготовительных работ, распределения саженцев, процесса посадки посредством телевидения и радио. Главное, что государство обратило внимание на то, что в осенний сезон необходимо не повторять ошибок предыдущих лет. В частности, важно повысить заинтересованность в посадке саженцев. Чтобы изменить ситуацию в этом отношении, решено, что края автомобильных и железных дорог, рек и каналов будут переданы жителям и предпринимателям, без изменения категории земель. На видеоселекторе было отмечено и то, что необходимо повысить заинтересованность людей в посадке деревьев, еще больше усилить разъяснительную работу. Почеркнуто, что средства Фонда общественных работ, Министерство занятости будут направлены самим махалям, а они направят данные средства на посадку деревьев, уход за ними и мероприятия по уборке. Агентству лесного хозяйства поручено в этом сезоне бесплатно доставить в каждую махалю по 200 саженцев. Кроме того, каждый хаким региона бесплатно раздаст с ходом граждан по 300 тысяч саженцев. Было сказано, что люди сами знают, какие деревья хорошо растут в какой махале и районе. Поэтому саженцы важно отбирать, посоветовавшись с местными жителями. В ходе видеоселекторного совещания также детально обсужден вопрос совершенствования деятельности отделов благоустройства. По рассмотренным на совещании актуальным вопросам и реализации обозначенных президентом мер выступили главы регионов, министерств и ведомств.